Мосгорсуд отказался выпустить экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда 26 марта отказала в апелляционной жалобе защиты. Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников будут оставаться под стражей, а Андрей Пушкарёв под домашним арестом до 26 апреля. Заседание проходило в открытом режиме и длилось два часа. Игорь Пушкарёв присутствовал в зале по видеоконференц-связи. Корреспондент Рия Владнюс ввел прямую трансляцию из зала суда. Все материалы размещены на сайте агентства. Обвиняемые уже 22 месяца находятся под стражей. Адвокат Игоря Пушкарёва Константин Третьяков заявил о процессуальных нарушениях. Все лица имеют статус обвиняемых, а не подсудимых. Решение о продлении нахождения под стражей незаконно, как и отказ изменения территориальной подсудности уголовного дела на Владивосток. Прокуратура не указала причину, по которой не может быть применена более мягкая мера пресечения. В материалах дела нет данных об ущербе, что говорит об отсутствии вины в принципе. Адвокат Андрея Пушкарёва Владимир Поликарпов сказал о возможности выпустить обвиняемого под залог, расширив ограничения. Согласно материалам дела подзащитному нет смысла скрываться. Андрею Пушкарёву необходимо продолжить лечение. Нужна сиделка, то есть помощь третьих лиц. Медицинскими документами ему требуются лица для ухода, а согласно решению суда ему запрещено общаться с другими лицами. Просим изменить меру пресечения на выпуск под залог. В своём слове Игорь Пушкарёв ещё раз подчеркнул заинтересованность в доказательствах своей невиновности. Я ничего не сделал и сижу. Муниципальное унитарное предприятие получило только прибыль. Скоро два года, как я под стражей. Материалы дела собраны и предоставлены. Все следственные действия проведены. Ущерба нет, но зачем такая мера пресечения? Я два года не видел сына. Лушников ни разу не видел ребёнка, который у него родился. Пусть будет домашний арест. Более высокие господа после меня уже были взяты и осуждены. Я привлёк Лушникова, чтобы брат дал мне взятку из денег моей семьи? Я надеюсь, ваша честь, вы разберётесь. Сейчас в городе другой глава и губернатор. Влиять я ни на кого не могу, отметил Игорь Пушкарёв. После двух часов работы суд огласил своё решение. Оставлено без изменения меры пресечения в виде заключения под стражу до 26 апреля 2018 года. И в отношении Лушникова Андрея, прошу прощения, и в отношении Пушкарёва Андрея Сергеевича. Оставлено без изменения меры пресечения в виде домашнего ареста до 26 апреля 2018 года. Сохранение ранее установленных запретов и ограничений. Оставить без изменения. Операционные жалобы защитников без удовлетворения. 27 и 28 марта судебные заседания по делу Пушкарёвых и Лушникова продолжатся в Москве.